Всем большой привет! В этом видео хочу показать, как я заготавливаю иван-чай, из которого потом приготовляется вкуснейший и ароматный напиток. Значит, самое лучшее время для заготовки иван-чая это июль. И даже, я бы сказал, начало июля. В это время иван-чай еще не зацвел, но вот-вот уже зацветет. То есть, самое благоприятное время для сборки это начало цветения этого растения. Как происходит процесс заготовки? Значит, находим подходящий кустик, например, вот он. И нам с этого кустика необходимо взять не самую верхнюю часть листьев, и не самую нижнюю, а где-то вот посередине, где-то вот от сих до сих. Как это происходит? Значит, вот берем кустик руками за верхнюю часть, а второй рукой проводим вот таким движением, захватываем чуть-чуть за стебель и проводим вниз. Все, вот мы сорвали вот пучок листьев, ложим их в пакет. Ложим в пакетик листья. Я вот тут уже заготовил полный пакет. Продолжаем дальше. Берем следующее растение. Вот это вот отлично подойдет. И точно так же Вот еще у меня в руках, еще пучок. Вложу его так же в сумку, в пакетик полиэтиленовый. Вот эти вот хорошо подойдут растения. Так же захватываю, сверху провожу. И все, пучок листьев у меня в руках. Давайте отсюда снимем. Вот пучок листьев. Значит, при таком способе заготовки остается верхняя мутовка растения, где оно вскоре зацветет, и нижняя часть. То есть растение практически от этого не пострадало. И на будущий год, но это уже проверено, на будущий год здесь опять будет цвести и произрастать иван-чай. Ну вот так вот заготовил я целый мешочек иван-чая. Следующий этап обработки иван-чая происходит дома. И сейчас я покажу, как это все делается. Дальнейшая обработка иван-чая заключается в том, что его надо измельчить. Измельчается он примерно вот до такого состояния. То есть вот в обычный тазик я накладываю измельченный иван-чай, лист иван-чая. Вот беру из пакетика, в которой я собирал иван-чай, и руками просто-напросто беру его, мну, тереблю, рву, по-всякому. Ну вот, примерно вот так вот я измельчил. Лист иван-чая такой вот мятый, рваный, мятый получается. Все бросаю это все в тазик. Немножечко так вот переворошу. Сразу идет уже такой приятный-приятный аромат. Аромат каких-то фруктов необычных. Очень вкусно пахнет. Ну и все. После того, как я измельчил иван-чай в тазике, ну тут будет с этого пакета, наверное, полный тазик с горочкой. После этого беру тазик с иван-чаем и ставлю его на батарею. Вот это масляный радиатор батареи. Ставлю сюда. Тут он греется, нагревается, приобретает другой цвет, ферментируется таким образом. То есть ферментация это просто, так сказать, термо-теплообработка листа иван-чая. То есть никаких химических элементов вообще абсолютно здесь нет и быть не может. Все только происходит за счет температуры. То есть температура нагрева небольшая. То есть можно спокойно руку приложить на батарею. Рука терпит 50-60 градусов, не более. Так что вот ставим сюда тазик. Иван-чай нагревается, ферментируется. Периодически его надо перемешивать. Вот уже подготовил, измельчил полный тазик листа иван-чая. Поставил на масляный радиатор, на батарею, на тепленькую. И теперь нужно накрыть сверху вторым тазиком. Вот так вот. Вот так вот я закрываю. Вот такое получилось сооружение. Два тазика стоит на батарее, на теплой. И теперь нужно оставить ферментироваться, ну где-то примерно часов на 10-12. По прошествии 12 часов наш иван-чай проферментировался. Открываем крышечку и смотрим, что там есть. Смотрим, что там получилось. Значит вот, видим, что лист иван-чая изменил цвет. С ярко-зеленого, на такой вот бурый. Потом появился такой влажный сок, так можно назвать. Ну периодически я иногда там, скажем, часа через два, каждые 2-3 часа перемешивал это все дело. Вот. То есть масса стала такая теплая. Теплая на ощупь. Лист изменил цвет, стал бурым. Это и есть процесс ферментации иван-чая. Теперь осталось иван-чай подготовить к сушке. Значит, как я сушу иван-чай? Сушу обычным методом в простой газовой духовке. Но предварительно делаю вот такие примерно колбасочки. То есть сминаю руками просто-напросто. Ложу потом на противень, на лист и погружаю все это в газовую духовку. Ну можно в электрическую духовку или в какой-то сушильный шкаф. Ну а вот эти колбасочки беру вот комок и вот так вот сминаю руками, сжимаю посильнее. При этом выделяется сок иван-чая. Вот видно даже, слышно даже как выделяется сок. Вот и получилась такая вот колбасочка. Ложим на лист, на противень, вот сюда вот. И очень удобно, когда они высохнут потом. Они немножко уменьшатся в размере, усохнут. Берешь кусочек потом, отламываешь, бросаешь в заварочный чайник и пьешь чай. Значит сейчас я доложу весь противень и даже не один будет у меня лист и погружу в газовую духовку на сушку. Сушить где-то примерно часа два. Вот таким образом происходит просушка ферментированного иван-чая. На листе разложен лист, вот эти вот колбаски из листа. Один лист и другой лист. Все, значит, загружаю в газовую духовку на самый минимум, на самых минимальных оборотах, как говорится. Все, прикрываю и часа через два чай будет готов. Чай высохнет. Ну вот прошло необходимое время, два, три, а может быть даже четыре часа. Все как следует просохло. И наш иван-чай полностью готов для употребления. Я уже заварил такой небольшой чайничек заварочный. Налил в стаканчик, чтобы было хорошо видно. Получается такой вот красивый янтарный цвет. Цвет практически такой же, как у традиционного чая, магазинного. Но вкус и запах просто непередаваемый. Так что всем советую собирать, сушить, заготавливать и пить полезный и приятный напиток. Иван-чай. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok